Всем привет! Вы слушаете подкаст интернетизмы. Короткие выпуски о заимствованных мудрёных словечках, попавших в русский язык с бескрайних просторов интернета. Меня зовут Эрика Авакова и сегодняшний выпуск подкаста интернетизмы я начну почти с гамлетовского вопроса, вокруг которого, кстати, несколько лет назад разгорелись нешуточные страсти. Итак, гифка или джифка? Вот в чём вопрос. Начнём с того, что мы имеем дело с аббревиатурой и раскрывается она как Graphics Interchange Format, что в переводе с английского означает формат для обмена изображениями. Это один из популярных форматов цифровых изображений. Своеобразная анимация, которая состоит из нескольких кадров, бесконечно меняющихся по циклу и проигрывающих своеобразный коротенький мультик. На сегодняшний день наборы гифок, которые выражают самые разные эмоции или представляют разнообразные жизненные ситуации, есть во всех современных мессенджерах и чатах. Если вдруг вместо привычного гифка вы услышите вариант джифка, не удивляйтесь и не спешите исправлять ошибку собеседника, поскольку такой вариант тоже имеет право на существование. Более того, сам отец гифок Стив Уиллхайт утверждает, что в этом слове надо произносить мягкий джи, и именно вариант джиф является единственно правильным. Вопрос, конечно, спорный, поскольку мы имеем дело не с обычным словом, а с аббревиатурой. Нужно отметить, что оксфордский словарь английского языка принимает оба произношения, и оба варианта могут употребляться и в русском языке. А вот какой из них выбрать, решайте сами. Да простит меня Стив Уиллхайт, но мне самой по душе вариант гифка. Ну а теперь самое время привести пример употребления данного слова. Пример взят с сайта интернет-издания Медуза из очень познавательной статьи «Как научиться искать гифки и делать их самостоятельно». В статье мы читаем «Гифки захватили мир опять. Лет десять назад они уже переживали пик популярности, но затем начали уступать место видео. Теперь гифки вернулись». И еще один свеженький пример из интернет-коммуникации. Я сама очень люблю гифки и часто их использую в переписке с друзьями в соцсетях. Однажды один из моих друзей в очередной раз, получив от меня смешную гифку, поинтересовался, как мне удается подбирать забавные гифки в тему. Ответ был простым, по ключевым словам на английском языке. Итак, значение слова «гифка» мы рассмотрели, с примерами употребления, кажется, разобрались, значит, пришло время прощаться. Вот таким, я надеюсь, легким был сегодняшний выпуск подкаста интернет-измы. Спасибо, что прослушали его до конца. Я очень надеюсь, что информация была полезной и интересной. Если вам все понравилось, ставьте лайки, делитесь выпусками с друзьями, подписывайтесь на мой YouTube-канал и, конечно же, следите за новыми выпусками. С вами была Эрика Авакова. До следующего вторника. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok